Вопрос из Иркутска Замира Ахметовна, добрый день, спасибо за ваши труды. Подскажите, пожалуйста, к каким источникам можно обратиться для составления рациона питания на реабилитацию после локального удаления нижней челюсти с последующей одномоментной реконструкцией? Замира Ахметовна, опять операционный, поэтому мы с ней переписываемся. Ее ответ. Конкретно какой-то литературы подсказать сложно, ее достаточно много. Если речь идет о нутритивной поддержке, необходимости назначения питательных смесей, мы используем литературу, связанную с данным вопросом. Существуют различные фирмы, которые помогают в подборе питательных смесей. Иногда мы назначаем спортивное питание после консультации специалиста по спортивному питанию. Необходимо плотно работать с гастроэнтерологами и диет-врачом. Если же речь идет о необходимости питания зондового или через гастростому, в нашем институте есть диет-врач, который подбирает индивидуальное питание относительно наших пациентов. Пища калорийная готовится для использования через зонд или гастростому. Также хотела бы анонсировать наше новое информационное направление, которое будет продемонстрировано у нас на сайте про сложных пациентов с опухолями головы и шеи и сопроводительная терапия, возможность ее осуществления. На нашем сайте будут видеоролики, доступные для всех, в которых очень подробно будет рассказано о способах питания через гастростому, через зонд, обучении пациентов самостоятельно выполнять данные манипуляции. Вот как-то так. Спасибо. И вот ответ на вчерашний вопрос. Елена Викторовна, можно я немножко вторнусь? Я попрошу, Дарья Александровна, не уходить. Еще вопрос? Нет, есть один вопрос, я думаю, после вашего доклада мы зададим тогда. Или в конце даже на дискуссию. Это предыдущему докладчику? Давайте мы дадим возможность, да, давайте, пусть ответит. Может быть, давайте в конце дискуссии, раз вы докладываете, потом... Ну, как хотите, мне все равно, да. Спасибо, мне недалеко идти. Итак, я продолжаю тему, как я вчера сказала, жуновящего у всех в зубах. Мы всю жизнь слышим, не пейте, не курите, ведите здоровый образ жизни. Ну вот, сегодня я поговорю о проблеме, которая волнует врачей всех специальностей, онкологов в том числе. Смотрите, на данном слайде изображение, где показано потребление сигарет на душу населения. К сожалению, наша страна занимает одно из лидирующих мест. Нужно обратить на это внимание. Почему нас это волнует? Потому что мы знаем с вами то, о чем говорила вчера Замира Ахметовна, о чем буду говорить я. О том, что с курением, в том числе, ассоциировано возникновение вообще тех опухолевых заболеваний, злокачественных, которых могло бы не быть. Да, рак легкого в комбинации с курением с действием мышьяка, асбеста и радона. Желудка, пищевода, полости рта, глотки, гортани. Комбинация курения с действием алкоголя, хеликобактер пилори. Рак полости носа, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря. Казалось бы, где курение, где мочевой пузырь. Рак шейки матки. Комбинация курения с действием вируса по пилому человека. Рак молочной железы. И установлена прямая причинная дозаэффективная связь табакокурения с риском развития 12 распространенных форм рака. В России более 40% всех случаев смерти мужчин в возрасте 35-69 лет от злокачественных опухолей. И около 90% всех случаев смерти рака легкого связано с табакокурением. Есть еще одна вещь. Ну вот вы, я уже второй день веду конференцию, заметили охрипший голос, я без конца подкашливаю. Это, на секундочку, последствия детства, проведенные в табачной среде. Когда курили везде и всюду. В семье, в помещениях, в транспорте, в самолете. И я, например, к юности оказалась уже с таким хроническим бронхитом, когда даже малейшее какое-то простудное заболевание вызывает многомесячные потом вот такие вот проявления. Поэтому курящий человек, напоминаю, вредит не только себе, но и окружающим тоже. Вот эта фраза про пассивное курение подвержена влиянию табачного дыма на рабочем месте. Бармены там продолжают курить. Пассивное курение или непроизвольное курение на сегодняшний день также признано канцерогеном для человека. Почему меня волнует химиотерапевта? Казалось бы, ну вот курит и курит, лечит свой рак. Ну потому что мы целый день сегодня говорили про всевозможные осложнения. Во-первых, о том, что у пациента уже есть заболевание, на которое мы накладываем еще свои проблемы. И плюс еще ведь мы проводим лечение. У меня есть фраза. Химиотерапия, любая противопухолевая терапия, это не шоколаду выпить. Это вообще-то лечение ядами, так грубо говоря. То есть мы на имеющиеся заболевания, на имеющиеся проблемы еще накладываем свои проблемы. Так вот, курение обусловливает развитие анемии. Одна из причин. Нам рассказывали сегодня подробно наш гематолог о том, что анемия мешает лечению. И почему, опять же, меня анемия волнует химиотерапевта? Потому что я знаю, что наличие анемии снижает эффективность проводимого противопухолевого лечения. Усиливается кардиотоксичность. Посмотрите на нашего онкологического пациента. Что на него влияет? Это факторы риска кардиотоксичности, влияющие самой опухолью. Кардиологические отложения, связанные с противопухолевой терапией. И плюс еще лекарственное взаимодействие. Я тоже часто рассказываю. Недавно, месяца два назад выступала на платформе врачей Санкт-Петербурга. Там рядом со мной кардиолог и пульмонолог. И кардиолог показывает 4 листочка на слайде, говорит, вот мне надо разобраться на этих всех лекарствах, которые она принимает. От легких, от печени, от головы, что там еще, от давления. А я сижу, бурчу, говорю, а мне на это все еще и химию наложить надо. Понимаете? То есть мы еще получаем и лекарственное взаимодействие. И все это влияет, естественно, в том числе и на сердце наших бедных пациентов. Я не буду сильно останавливаться на кардиотоксичности. Нам тоже сегодня все это подробно рассказывали. Просто я хочу напомнить о том, что образ жизни у наших пациентов занимает одно из ведущих мест наряду со всеми остальными причинами кардиотоксичности. И тоже все время повторяю, у наших пациентов достаточно большая частота соматических заболеваний, да, кардиоваскулярной теологии. Дизлепитемия, гипертензия, сахарный диабет, нарушение ритма. Все, к чему мы, о чем сегодня разговаривали. Некардиоваскулярной причины, хроническая обструктивная болезнь легких, остеопорозы, депрессия и так далее. Мало того, в зависимости от стадии опухолевого заболевания возрастает риск развития вот этих вот кардиоваскулярных осложнений, в частности риск тромбоэмболии при четвертой стадии сакачественной опухоли. При раке легкого, пищевода, гортани, мозга очень высокий риск тромбоэмболии. Дальше мы опять же сегодня говорили, это я как бы акцентирую, само по себе опухолевое заболевание, таким как рак поджелудочной железы, характеризуется особенностью высокого уровня тканевого фактора в опухолевой ткани. В исследовании высвобождения микровизикул таким образом повышается риск тромбозов, само по себе наличие опухоли поджелудочной железы уже дает риск развития тромбозов. Лекарственная терапия, тоже сегодня коллеги об этом рассказывали, влияние ингибиторов мультикинас на кровеносные сосуды способствует развитию гипертонии. Слева тоже мы сегодня видели этот слайд, это отражает физиологическое состояние, а правая панель показывает условия во время терапии ингибиторами. Так вот мне, прежде чем начать лечить пациента, нужно на него посмотреть со всех сторон и оценить все его риски, прежде чем еще свои проблемы добавить. И первая задача, о чем мы должны задуматься, это отнести пациента к конкретной группе кардиологического риска. Дальше, в рамках каждого вида лечения определить роль тех или иных факторов, и она будет различной. Ну и оценить вот этот исходный риск сердечно-сосудистой токсичности на сегодня, до того, как мы начали лечить пациента. Историю лечения рака, анамнез, у нас вот такой он бывает, длительный на несколько страниц, потому что пациенты живут долго и лечатся много и долго. История самого сердечно-сосудистого заболевания, самих факторов риска оценить, да, кардиоваскулярных и выполнить инструментальные методы исследования. И самое главное, что мы можем сделать на сегодняшний момент, то есть мы это все посмотрели, мы разговариваем с пациентом, мы просим его оптимизировать свой образ жизни. Мы действительно стали много об этом говорить, я об этом выступаю на врачебных форумах, мы говорим об этом в пациентских наших вебинарах, о том, что здоровый образ жизни, он помогает предотвратить, либо лечить пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями. То есть оптимизировать образ жизни, прекратить курить, ограничить потребление алкоголя и поддержание адекватной физической нагрузки. Вчера Замира Ахметовна рассыхазовала о том, что пациенту умудряются в алкогольном опьянении прийти на консультацию, либо на лечение. И мы с вами клиницисты, мы по идее должны документировать статус использования табака у каждого пациента, мы действительно это пишем, да, в историях болезни курить, не курить, сколько времени, сколько пачек в день. И вот сейчас нельзя просто так, ну куришь и куришь. То есть ему нужно рассказать о проблемах, ему нужно рекомендовать, настойчиво рекомендовать отказаться от курения. Но, вот на этом слайде небольшое исследование, но все-таки готовность пациентов поменять свой образ жизни, уже имеющих факторы сердечно-сосудистых и онкологических факторов риска. Так вот, смотрите, 24% человек не готовы изменять свой образ жизни, не готовы отказываться от курения. Вот он у меня сидит, значит, либо ему поставили диагноз рака, он уже походил несколько недель или месяцев по разным врачам. Его уже, сначала же он к какому-то другому врачу пришел, к одному, второму и третьему, потом он пришел к онкологу, потом его долго, как любят у нас пациенты рассказывать, затягивают лечение. Здесь у калорий, здесь анализ сделали, здесь анализ, а химиотерапевты вообще капризные, нам гистологию, гистохимию подай, молекулярно-генетическую, и КТ, и МРТ, и там, и все на свете. И вот он приходит к тебе уже взвинченный, а ты еще начинаешь риски оценивать. И тебе еще понадобился и невролог, и эндокринолог, и кардиолог. И вот это вот он уже сидит напротив тебя, воспринимает тебя как врага на самом деле. А потом, когда и он в стрессе, мы действительно говорим же часто, у них стресс, у них депрессия, и он так сидит и смотрит, мне еще и курить. Для чего они курят? Для чего вчера Замира Ахмедовна рассказывала? Это они, как это, депрессию снимают, нервы успокаивают. Я, говорит, курю, потому что нервы успокаиваю. Мне это трудно понять, я никогда в жизни не курила, поэтому есть моменты, которые я говорю со слов окружающих. Поэтому, и сейчас я ему еще говорю, тебе надо бросить курить, иначе я тебя не буду лечить. Это вот как? И вот сейчас одна ситуация, когда, ну как мы говорим, у нас люди говорят, он же палеотивный больной. Но палеотивный больной, то есть это он с продвинутой стадии тоже, да? То есть он уже знает, что у него есть метастазы, он боится умереть и правильно делает. Или курабельный пациент, тот, которого мы сейчас можем вылечить, по большому счету. А я ему говорю, сходи, зубы вылечи, курить брось, к эндокринологу сходи. Вот как в этой ситуации поступить? Понимаете? И до стоматолога он еще платно дойдет. К эндокринологу запишется, к неврологу сходит. Зубы, даже если надо санировать, он их выдерет, предположим. А курить бросить? И вот здесь и мне на распутье стою. То есть я понимаю, что это будет усиление токсического действия ядов, которые я ему приготовила там на полочке. И его стресса, который он тоже не готов снять. Потом, вот вы поговорите с хирургами, там больные в операционной. У них кашель, а дышка... Ой, в реанимации. В реанимации. Сигаретки носят им, потому что больному так легче. Понимаете? Вот. И поэтому, естественно, когда мы начали говорить на эту тему, то нас стали обвинять вокруг в том, что мы рекламируем курение. На самом деле, еще раз, вот я всегда была явной противник курения, но есть вещи реальные. Есть вещи реальные. Один бросил курить, и хорошо. Второй не может. Либо ему время нужно на это, а у меня нет времени на то, чтобы... Может быть, у меня есть, у него нет времени на то, чтобы подождать. Поэтому и запреты никак не работают. Поэтому мы вот пытаемся хотя бы наименьшее зло предложить пациентам перейти. Мы можем предложить им, наверное, перейти на продукты с пониженным риском. Поэтому есть... Вот, видите, последствия этих... Детство никотинового. Вот. Поэтому существуют всякие методы никотин-заместительной терапии, пластыри, спреи, ингаляторы, фармакотерапия, электронные сигареты, социальная поддержка врача. Вы знаете, на самом деле, ну, в моей юности, по крайней мере, очень многие начинали курить просто потому, что это было модно. Вот, вы знаете, на моих глазах девочка говорит мальчику, да ты не мужик, раз ты не куришь. Мне лично удалось услышать, уже я была мамой молодой, мы гуляли с мамами. Одна мне говорит, не куришь, ну ничего, научим. Типа ты слабак. Понимаете? Вот такое отношение общества к курящим, оно тоже слабых людей провоцирует. Поэтому очень важна социальная поддержка общества, которое окружает наших пациентов. Ну и тренировка навыков отказа от курения. Сколько раз можно отказаться от курения? Сколько Марк Витвен отказывался, помните? 43-45 раз отказывался от курения. Вот. Поэтому, да, предотвращение курения среди детей и молодых людей. Нужно помнить о том, что бросившие курить в молодом возрасте, до 35 лет, имеют перспективы и продолжительности жизни, как не курящие, больше. Но в молодости никто не верит в то, что ему кажется, что в 50 лет это уже много, и подумаешь, буду я там больной или не буду. Поверьте мне, в 50 жить хочется так же хорошо, как и в 30, и даже больше. Нужно напоминать о том, что существуют сигареты с фильтром низким содержанием смол и никотина и фильтрующие мутштуки. Еще раз. Золотой стандарт. Полный отказ от курения. Однако резкий отказ очень многих людей приводит к стрессу и непониманию среди пациентов. Поэтому, возможно, рекомендовать никотин-замещающую терапию, о чем я уже рассказывала. Есть таблетированные препараты, антагонисты никотиновых рецепторов. Существуют электронные сигареты. Это устройство для имитации табакокурения путем генерации пара. И FDA, Food and Drug Administration, компания, которая разрешает к применению препараты либо продукты в Америке, стремится защищать общественное здоровье всех американцев, регулируя вызывающие привыкание продукты, которые несут риск для здоровья людей. Это уже не пациенты. Она проводит постоянные исследования потенциально менее вредных форм доставки никотина для взрослых, например, таких как электронные системы доставки никотина или электронные сигареты. И хотя необходимые дополнительные исследования воздействия на здоровье этих людей показывают, что электронные сигареты и негорючие табачные стили могут быть менее вредными, чем горючие сигареты. На самом деле мы все узнаем потом. У нас же годы идут. Почему наше мнение меняется раз от раза? Потому что у нас появляются новые данные. Сегодня мы видим вот так ситуацию. Через 2-3 года, через 10 может она измениться. На сегодняшний день есть надежда на то, что они все-таки менее вредны. И они позволяют пациентам уйти на менее вредное курение. И помочь пациентам бросить курить в принципе. Для курильщиков электронные сигареты возможность бросить курить. Ну а вчера Замира Ахметовна рассказывала об этой концепции снижения продуктов с пониженным риском от табака. Применение их. И я хочу вот еще показать, что существуют рекомендации различных обществ, ну и кардиологов в том числе, да, онкологов, которые вышли на эту проблему и дают рекомендации по снижению вреда в качестве использования электронных сигарет. И в нашем законе, 15 федеральный закон, статья 17, оказание граждан медицинской помощи направлено на прекращение потребления табака. Лицам, потребляющим табак, оказывается медицинская помощь направлена на прекращение потребления табака. Оказание граждан медицинской помощи направлено на прекращение потребления табака осуществляется в соответствии с программой госгарантии бесплатного оказания граждан медицинской помощи. И медицинская помощь направлена на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий оказывается на основе стандартов медицинской помощи в соответствии с порядками. Все прописано. И лечащий врач, это закон, коллеги, закон федеральный, даже не приказ Минздрава, лечащий врач обязан дать пациенту рекомендации о прекращении потребления табака и предоставить необходимую информацию о медицинской помощи, которая может быть оказана. На этом у меня все. Я напоминаю, что в декабре у нас будет очередная конференция по эволюции лекарственного лечения. Тоже приглашаю подключиться. Спасибо. Продолжение следует...